На волнах 107 и 4FM мы представляем вашему вниманию традиционную рубрику МЧС информирует. Анонсировали вам, что же такое за акция. Внимание всем, естественно, пройдут в общественных местах у нас всякие разные мероприятия, посвященные данной акции. Ну и что стоит напомнить вам, дорогие друзья, о том, что вы были и оставались всегда бдительны, не оставляли включенными дома электроприборы ваши, тщательно тушили спички, окурки, всякую горящую штуковину, которую вы сами зажигаете. Не оставляли готовящиеся на плите пищу без присмотра, в том числе не забывали утюги, вот как раз электроприборы вспоминаются. Чареват, это последствия, между прочим. Да, ну естественно, ни в коем случае не курить в постели, вообще в помещениях курить, друзья, это запах плохой. И фу-фу-фу, и здоровье плохое, и пассивное курение у тех, кто вот да. И естественно, поговорите с своими родными, близкими, близкими и детками. Особенно с детьми поговорите. Особенно с детьми, напомните им о том, что нужно быть внимательными обязательно, и если вдруг уж что-то произошло, то обязательно звонить 101 или 112. Там по этим номерам люди, которые специально всегда на страже нашего порядка, нашего спокойствия, и вдруг если что-то чрезвычайное произошло, обязательно помогут. Помните, друзья, самое главное, ваша безопасность находится только в ваших руках. Пожалуйста, не забывайте об этом. Именно. И разыгрываем мы, собственно, в нашей группе ВКонтакте, радиус 174 FM Гомель, в рубрике «Фотохайп» есть такой хэштег. Если вы наберете решеточку «Фотохайп» и нажмете «Интер», то все, значит, записи с этим выскочат у вас. Так вот, разыгрываем пожарный-пожарный извещатель мы и карту сети детских клубов «Ети и дети». Что нужно было сделать? Нужно было сделать селфи с планом эвакуации. Чем больше селфи, тем больше, собственно, возможностей выиграть приз. Чем меньше селфи, тем меньше возможностей. Логика у нас уже завершилась. Эх, капитан, капитан, очевидность. И вот у нас поднасыпалось ваших фотографий с планом эвакуации. Кстати, да, есть из чего выбирать. И я даже не был готов к такому азиатазу. Значит, смотри, я вижу, что выделилось у нас два человека. Флейм Хрестоносов, вот такой мальчик интересный. Вот раз планом эвакуации. Мальчик, раз, два, дай-ка ему лайк. Оп, поставлю, оп, молодец, мальчик. Все, вижу. Так, и Наталья, вот смотри, Наталья, что творит Наталья просто. Что творят-то Натальи? Готовит побег из декрета, она пишет. Нет, это Мария пишет, готовит побег из декрета. А что творит Наталья? Кто как хочет. Огнетушитель мой, пишет Наталья. И танцует, видно, что с огнетушителем такой приватный танец. Да? Ну, это круто, но у Натальи всего-то одно селфи. А я же просил, как можно больше. Как можно больше. А с какой целью? Чтобы люди ходили и смотрели, где висят планы эвакуации на всякий случай. Это же тоже полезно. Вот, а Наталья прям принесли план эвакуации даже. Наталья не только принесли, у нее специальный человек, который отвечает за то, чтобы план эвакуации передвигался по кабинетам. Он за ней носит такой переходящий план эвакуации. Такой человек, пожалуй, не пострадает, если за ней прям план эвакуации носит. Я же тебе про что. Так что, ну не знаю, видно, что Наталья старалась и подготовилась. Как Наталью, вот не знаю. Значит, смотри. Давайте, у нас есть для Натальи отдельный бонус, друзья. Вообще. Вообще, сегодня без подарков никто не уйдет. Значит, давай так, начинаем с чего? Что мы там? Давай, с пожарного извещателя. Орионгаром, давай. Вот, вот так вот. Смотри, Флейм Хрестоносов. Вот такой вот Флейм Хрестоносов. Самый первый сбросил две селфи, две фотографии. Да, и ему мы должны вручить в эти дети, да? Не-не-не, он по возрасту уже не подойдет. Да, как не подойдет? Подходит конкретно по возрасту. Я бы вручил ему извещатель. Так, вот. Пускай извещает. Я вижу, что он ему нужен. Так, как ты видишь, не знаю, по глазам, может, но... Вижу по нему, что он ему нужен. Нам не принципиально. Вот у Марии видно, что то есть, кого сводить в эти дети. Вот, вот у Марии, да. По мне, так, поход в эти дети гораздо... Я же лучше, чем извещатель. Конечно, сказал бы... Но извещатель тоже важен. Для похода в эти дети. Поэтому, значит, смотри. Вот этому парняге даем извещатель и аплодисменты. Вот, значит, Маше Нериной даем карточку. Сколько визуально парняге лет? Вот, ну, сколько его. Я бы лет 12 дал. Лет 12. Но вот если бы... Я тебе, знаешь, что желаю? Чтоб тебе подарили на 32... Карточку в эти дети? Пожарный извещатель. Чтоб тебе подарили на 32. Вот это, чтоб ты обрадовался. А я и обрадуюсь. А я и обрадуюсь. Я его бабушке подарил. Ну и все. Ну и ладно. Мария, я вас поздравляю за то. Мария, вам достается карточка для похода в классный центр детский, который называется Эти дети. Там потрясающе весело, там круто. Там реально увлекательно. В общем, и пиццу там можно прям на месте покушать. Всякую вкусняшку. Поэтому, Мария, вы большая умница. Прямо сейчас напишем вам, что же вам досталось все-таки... Каждому вообще напишем. А Наталья, собственно, получает что у нас? Наталья получает у нас классное приглашение на, значит, выставочный проект, который проходит в Гомеле. Называется он Старс. Значит, Старс знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Я расскажу, что это такое. Это два фотографа, которые ездили по различным мероприятиям, включая даже там Каннских, Львов и так далее. И у них много всяких артефактов. Автографы там звезд, фотографии со звездами. И все это собрали в единую выставку. И вот выставляют. Я знаю Наталью, потому что это наш постоянный радиослушатель. И она любительница, так сказать, поучаствовать в розыгрыше там, где мы разыгрываем билетики на выставке в том числе. Поэтому я уверен, что Наталье понравится наш подарочек, наш подгончик. Поэтому Наталье тоже аплодисменты. Пожалуйста, это лично от меня. Потому что Артем раздал, тут без Натальи все подарки распределил. Наталье мы оставили специально. Лично я свои кровные ничего, свое кровное ничего и наш казенный билетик отправляю Наталье. Два вагона ничего и билет. Вот так. В общем, друзья, вот такой был фотохайп. Всем большущий привет. Соблюдайте, пожалуйста, правила безопасности, пожарные в том числе. Следите, берегите себя и своих близких и слушайте радио 107.4.